Давняя светская традиция. Офицерский бал собрал в одном месте лучших военнослужащих Брестского гарнизона с их спутницами. Мероприятие современного образца отличалось разве что программой. Следуя канонам, дамы плавно шествовали в вечерних нарядах. Мужчины, как и полагается, в парадных мундирах. Атмосферу поддерживали музыканты оркестра. Золотой состав вооруженных сил, на плечах которого лежит груз огромной ответственности. Кто передает свои знания, опыт и умения армейской молодежи. Все они заслуживают большого уважения. Поздравительные слова с Днем Защитников Отечества. В адрес офицеров произносили командиры подразделений. Отмечали заслуги лучших военнослужащих. Встречаемся в этом прекрасном зале Брестской областной филармонии, чтобы почествовать наших молодых офицеров с этим прекрасным праздником за те заслуги, которых они добили в своей профессиональной деятельности. Сказать друг другу теплые слова благодарности за нашу совместную деятельность в Брестском гарнизоне. Поздравить, напомнить о тех минутах профессиональной деятельности, которые мы провели вместе с вами. Для военнослужащих, чей образ жизни связан с постоянной боевой работой, насыщен и непросто встретиться вместе в торжественной праздничной обстановке, соответствующей статусу офицера – редкость. Бал, который проводится вот уже четвертый год – уникальная возможность пообщаться, погружить в вальсе, вспомнить результаты ушедшего года и тех, кто за ними стоит. Во-первых, это общение, во-вторых, это культура, в-третьих, это поддержание старых традиций, это только плюс для молодого поколения. Мы готовились основательно, мы знаем, что это мероприятие очень важное, очень ответственное, поскольку муж у меня военный уже очень много лет, поэтому для нас этот праздник является одним, можно сказать, даже из главных праздников. Этот праздник – символ греческого служения, отчизни и глубокого уважения народа к своей армии. Этот праздник – дань уважения всем поколениям защитников Родины, с древних времен до сегодняшнего дня, мужественно защищавших родную землю. Защитники Отечества – доблесть и гордость белорусского народа, мужество, честь и надежда страны. В вооруженных силах Беларуси слушают люди особого качества. О результатах их труда говорят многочисленные успехи, высокая оценка на международном уровне. В этом году ездил в составе боевого расчета на полигон Российской Федерации «Шулуп». Выполняли в составе полка стрельбы. Оценка отличная, полку была поставлена. Собственно говоря, этим подытожили 2016 год. Соответственно, сейчас новые задачи. Золотым фондом армии всегда были и будут офицеры. Это гордое звание и, конечно, героическая профессия. Офицер остается офицером, будучи на службе и вне ее. Традиционный бал, участниками которого стали лучшие представители золотого состава военнослужащих Брестского гарнизона, стал подтверждением тому. София Бережна, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.